Девушки отдыхают По выходным она диджей-певица и даже клоун в квесте Увлекается вокалом, танцами, психологией, саморазвитием Изучает актерское мастерство Мечтает найти свой стиль, научиться петь профессионально Сыграть главную роль в спектакле Сняться в кино и на ТВ Выйти замуж за продюсера, чтобы вместе с ним творить и вытворять Рада видеть тебя на нашем проекте На проекте «Законы привлекательности» А я как рада Дорогая моя, сразу скажу У нас очень мало времени Поэтому сегодня ты, можно сказать, с корабля на бал Мы сейчас сразу же начинаем колдовать над твоей внешностью Потом у нас будет кофе-пауза И ты подробнее расскажешь о себе Прямо сейчас ты отправляешься к нашему стилисту Татьяне Шкленник И она уже начнет колдовать над твоим лицом Времени мало Работы много Чтобы успеть сделать из тебя не принцессу, а королеву Ты готова к перезагрузке? Я очень хочу и тороплюсь быть красивой Начинаем? Галь, у тебя своя форма бровей хорошая, красивая, натуральная Поэтому мы будем максимально ей придерживаться Мы не будем создавать никаких ярких, четких контуров И я хочу немножко ее подкорректировать Сделать более изящный изгиб И по цвету брови достаточно темные свои Поэтому мы тоже не будем добавлять интенсивности А сделаем такое лайт окрашивание Хорошо, хорошо Я немножко сейчас добавлю формы, где мне необходимо Закрывай глазки Татьяна Шкленник Специалист по уходу за лицом Искусство делать женщин красивыми обучалось в Европе Сегодня сама обучает бьюти-профессии Владеет элитной техникой перманента Проводит мастер-классы, тренинги и семинары Мы сначала сделаем окрашивание бровей, а потом коррекцию Потому что на поврежденную кожу после коррекции краску нельзя накладывать Может вызвать аллергическую реакцию Как я обещала, мы максимально выдержали естественную форму Я не придавала никаких четких контуров Единственное, вот в этом месте и здесь нужно будет подрастить свои волосики Не выщипывать И тогда форма сравняется Я не стала их сильно окрашивать Потому что свои волоски достаточно темные И мы бы их просто перетемнили Поэтому вот в таком легком варианте, я думаю, будет идеально Казалось бы, даже вот бровь поменяли уже, другое лицо Все, здорово Я рада, что нравится Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Галя, как я тебе и обещала, у нас минутка на кофе-паузу в очень интересном месте, в баре Оргино. А может быть и не на кофе-паузу? Здесь прекрасно. Галя, у нас есть возможность сейчас рассказать нам и зрителям немножко о себе. Чем ты занимаешься и для чего ты пришла в наш проект? Работаю я заведующей здравпункта в будние дни. А по выходным у меня более творческое занятие. Я работаю в паре с Томодой на свадьбах. То есть это как звукорежиссер. Немножко пою, немножко танцую. Также я участвую сейчас в квесте. Здесь у меня уже в качестве клоуна. Интересны мне вокал, танцы, пение. Что меня привело сюда? Чтобы найти свой образ. Потому что на работе своей основной, где я заведующая, я прихожу, просто одеваю халат. И в принципе, ну как бы становится неважно, что там под низом. Так как я занимаюсь активно спортом, это часто вообще просто джинсы, удобная одежда, побежала. А хочется быть более женственной. Вот сейчас поняла, что я очень этого хочу. И на самом деле, вот это вот как у меня была мечта попасть на модный переговор. И оно у нас такового как не было. А тут такая прекрасная возможность. Я очень рада, что появилась у нас в Беларуси такой проект, как у вас. И хочется увидеть свои новые грани. Увидеть себя другими глазами. Глазами стилистов, специалистов. Хочется яркости. Яркости жизни, ярких эмоций. Нового вения. Замуж хочется. У меня, кстати, есть сын, да, ему 15 лет, я разведена давно. Но хочется вообще всего нового, что-то вот, какие-то новые вения. Новый год у нас наступил. Галина, я надеюсь, что все получится. И ты уйдешь сегодня с проекта абсолютно другой, обновленной, яркой и красивой стилист. Татьяна Шклейник, вы уже знакомы с нами. Да, Галя, я обещаю, что сегодня, не знаю, как, конечно, наш проект принесет яркие эмоции. Во всю твою жизнь. Но сегодняшний день точно не останется тусклым и без эмоций. Он будет яркий, насыщенный и красочный. Потому что тебя ждет целая команда профессионалов. Круто. Таня, что хотелось бы в первую очередь? Ну, брови мою жизнь. Да, хочется мягкости. Да, вот почему-то смотрю на образ. Хочется, во-первых, более красочных вещей добавить. Какого-то принта, может быть. Какой-то скоро весна, хотя вроде только Новый год закончился. Но как-то и на улице по-весеннему. И хочется убрать с тебя вот эти серые оттенки тусклые. Нют вообще, мне кажется, не твоя фишка. И вот в образе хочется, может быть, какого-то цвета волос посветлее. Каких-то локонов. Вот правильно ты сказала. Да, какой-то женственности тебе добавить. Но будем стараться. Спасибо. Я очень надеюсь, что у нас с вами все получится. Я даже уверена. Ну что, девчонки, отправляйтесь. Впереди шоппинг. Впереди много интересного. Идем? Идем. Сегодняшнее наше путешествие мы с тобой начнем с шоппинга. И будем тебе подбирать разные наряды, женственные платья, юбки красивые, яркие. Хочется? Очень хочется. Мы идем в магазин Симона, и я уже вижу, сколько там всего яркого. Да, мы побежали. А как красиво. Галь, как ты относишься к комбинациям? Я предлагаю тебе примерить вот такой вариант платья. Но мы его будем мерить, конечно, не в открытом виде, а мы прикроем все, что нужно прикрыть жакетом. И я думаю, что тебе это очень подойдет. Ну, интересно, самой даже посмотри. Не носила раньше? Нет. Нет. Ну, держи. Сейчас это очень актуально и модно. Да, длина может быть разная. Ниже колена, выше колена. Здесь весь образ будет дополнять именно жакет. То есть от длины жакета тоже будет зависеть, как будет смотреться образ. Либо это будет casual стиль, либо это будет роковая такая красотка. Пойдем примерять. Мне очень нравится платье-пиджаке. Это всегда актуально и уместно в любое время суток. Ты можешь одеть лодочки и будешь выглядеть презентабельно. Можешь одеть сюда какую-то обувь на низкой, на сплошной подошве. Будет образ чуть-чуть попроще. Смотри, здесь есть очень много цветов. Кстати, вот этот цвет считается достаточно сложным, и он мало кому подходит. Но тебе он изумительно подойдет. Я предлагаю тебе примерить. Да? Берем. 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 Каль, ты сказала в начале нашей встречи, что хочешь женственности. А для меня женственность это какие-то такие летящие платья, струящиеся ткани. Поэтому я предлагаю тебе примерить. Посмотри, такие варианты тоже очень удобно иметь в своем гардеробе, так как они классно смотрятся и с каблуками, и с грубыми ботинками. Посмотри, какой здесь интересный принт. Держи. Такие платья можно обыгрывать широкими ремнями. Держи. И я предлагаю померить тебе такие же варианты струящихся моделей, только в укороченном вот таком вот девичьем-девичьем стиле. Класс. Держи. И этот тоже берем. Я очень-очень люблю, когда на девушках невысокого, особенно невысокого роста, чтобы зрительно наш силуэт смотрелся более вытянутый. Когда на девушках одеты вот такие штаны. Они за счет того, что здесь завышенная талия, свободный крой, они будут всегда смотреться выигрышно. Их можно носить тоже в разных вариациях. Можно, допустим, с такой рубашкой. Ты когда заправишь рубашечку чуть-чуть, она, видишь, спереди короткая, получится, во-первых, не сильно уже прям классика-классика. И это, опять же, можно одеть с кроссовками, можно одеть с классическими туфлями и обыгрывать эти штаны. Мне нравится, что здесь присутствуют цвета не только черный, смотри, какие достаточно сложные. И хочется, когда яркости, да, можно красные. Также эти штаны, брюки и рубашки можно обыграть любыми жакетами. И длину жакета надо выбирать в зависимости от того, какую обувь ты будешь носить. Я предлагаю тебе примерить, давай вот такого цвета. Так, интересный цвет такой. И примерим вот с этой. Угу. Лоской. Держи. Будет здорово. Все, беги. Спасибо. Да, тенденции нынешней моды в основном нацелены на оверсайз. То есть сейчас не модно носить прям приталенные силуэты, ультраоблегающие штаны. Поэтому это наблюдается во всех капсульных коллекциях. Вот посмотри, мне очень нравятся вот такие пиджаки прямого кроя. Вот смотри, вот как раз он, видишь, как будто оверсайз. Они идут костюмами, но как в прошлом варианте, я тебе показывала брюки завышенной талии, здесь тоже завышенная талия. Причем очень классно, что они, да, чуть-чуть заужены к низу. И их не надо будет обрезать, они отлично подойдут под твой рост. Это можно носить как вместе. Можно одеть сюда короткий топ, ты худенькая, чтобы было немножко видно животик. Можно обыграть кроссовками, можно обыграть опять же классической какой-то обувью. Это можно одеть отдельно. Можно одеть какую-нибудь объемную кофту, можно майку, можно рубашку. И, имея вот такой костюм, ты смело сможешь создавать 3-4 разных образа с разными направлениями в стилях. Мне очень нравится этот цвет. Я думаю, он тебе здорово подойдет. Кстати, немаловажно, что здесь очень хорошее качество, потому что это белорусский производитель. Ой, это приятно очень, конечно. Продолжение следует... Кидо – это нечто большее, чем просто обувь в стиле кэжуал. Это мода городских улиц, вырвавшаяся из однобразия повседневности, динамичная и дерзкая. Кидо создан для тех, кто ищет вдохновение в создании смелых и оригинальных луков. Для тех, кто знает, чего хочет и не боится экспериментировать. Сделай свой образ неповторимым вместе с Кидо. Галерея Минск, 3 этаж. Галь, ну что, давай подбирать обувь. Смотри, все-таки под бежевый наш классический костюм не будем классическую обувь подбирать. Я предлагаю выбрать кроссовки. Почему? Потому что ты, скорее всего, побоишься сама это сделать и купить. Поэтому в рамках нашего проекта я хочу, чтобы ты продефилировала и посмотрела, как это классно и круто смотрится. Под летящее платье, я думаю, мы возьмем какие-нибудь грубые ботинки, чтобы немножко вот эта вот, она женственная будет, но такая брутальная женственность, если это можно так назвать. И под наш классический комбинезон я предлагаю выбрать себе, ну мы возьмем, может быть, какие-нибудь ботильоны, но вообще ты можешь экспериментировать. Помнишь, я тебе говорила, что с любой классической одеждой ты можешь одеть и кроссовки, и лоферы, и грубые ботинки, и берцы. Поэтому посмотри, какой здесь огромный ассортимент. Вот, например, классика жанра под классический комбинезон, да, ты можешь взять бежевые лодочки, это всегда будет беспроигрышный вариант. И под любое платье, под тоже наше летящее платье, которое мы выбрали, и под бежевый, кстати, тоже хорошо подойдет костюм. Но не бойся, экспериментируй, например, какие-то модели на вот такой огромной платформе. Это тоже классно будет смотреться с брюками прямого кроя, с пиджаками прямого кроя. Разбавляй какими-нибудь майками, лоферы, например, если ты не хочешь носить каблук, но тебе нужен элегантно классический образ, ты можешь использовать. Пожалуйста, здесь посмотри, какой огромный выбор. То есть вот там, на той, видишь, стоечке, как раз вот эти грубые ботинки на сплошной подошве есть, они на каблуке, на небольшом. Лак очень сейчас в тренде, белый цвет в тренде. Поэтому пойдем с тобой мерить, выбирать. Предлагаю начать с ботинок. Пойдем подберем. Пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, Галина! Меня зовут Рината Нескреба. Сегодня с вами мы будем работать над вашим образом. Я вижу, что у вас волосы окрашены так многократно бытовыми красителями, не совсем равномерно. Мы сегодня сделаем кислотную смывку с вами. Она не повреждает структуру волос. Волосы станут, наоборот, еще более гладкими и мягкими, чтобы выровнять ваш цвет. Добавим немножко медно-шоколадных тонов. Изменим стрижку, потому что немножко эта длина вытягивает ваше лицо. Мы сделаем образ более женственным, более нежным. Добавим больше градиента. Не знаете, где найти салон красоты, в котором вас поймут без сложных объяснений и смогут выполнить окрашивание именно так, как вы мечтаете? Тогда студия парикмахерской колористики «Академия цвета» именно то, что вам нужно. Трижки мужские и женские, окрашивание волос любой сложности, декопирование, ламинирование, реконструкция волос, уходовые программы, авторские курсы по колористике. Основатель, арт-директор и главный тренер студии Рината Нескреба собрала в своих стенах настоящих профессионалов и фанатов своей профессии. Им не надо сложно объяснять, как вас красить. Стоит только довериться мастерам. Их золотые ручки сотворят чудо. Убедиться в этом легко. Записывайтесь в Директ или по телефону. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Дойникова Татьяна, и я сегодня буду делать вам макияж. Сегодня мы подберем вам тот образ, который подходит... Я уже увидела вашу одежду, да, вам сделали прическу и окрасили волос. И теперь макияж, это будет завершающим этапом, да, и поэтому мы будем учитывать все нюансы. И подберем именно тот образ, который подходит вам и под ваши образы, которые мы вам выбрали стилистом. Перед нанесением макияжа обязательно нужно очистить лицо. Наносить макияж нужно обязательно на чистое лицо, на увлажненное. Могу дать вам пару рекомендаций. Если мы делаем макияж на каждый день, то очень важно сделать ровный тон лица и нанести легкие текстуры для того, чтобы макияж не ложился на лицо слишком плотно. Наша косметика должна освежать, придавать лицу свежесть. Самое главное, чтобы у нас мы были красивыми, такими естественными и похожими на себя, да. Для этого используются обычно оттенки персиковые. Это имеется в виду румяна. Можно нанести легкие текстуры, например, блеск для губ, да. Помада лучше всего на каждый день наносить... Смотрим вверх. Лучше всего на каждый день наносить помаду нестойкую, потому что она будет подсушивать губы, особенно сейчас, когда очень сохнут губы на морозе, да, если в межсезонье. Я смотрю, вы красите под глазами карандашиком, да. Лучше всего делать растушевку карандаша, плавную, но не делать четких линий, потому что это сужает глаз. Снизу под глазом лучше всего не наносить карандаш, и тем более узко и черного цвета. Вообще лучше всего выбирать оттенки коричневые, персиковые. Сейчас мы будем наносить базу. Базой вы можете пользоваться, но главное, чтобы она была не плотная, чтобы она была увлажняющая, если это на каждый день мы пользуемся, да. Если мы пользуемся не каждый день, если нам надо ехать на торжество, то можно использовать базу для жирной кожи. У вас тип кожи жирный, да, то есть у вас есть расширенные поры, и вы можете базу использовать для жирной кожи. И есть такая еще база, называется затирка для пор. Зимой очень пересушена кожа всегда, да, у женщины, поэтому лучше использовать, вот зимой лучше использовать, конечно же, более увлажняющие компоненты, да. Если, допустим, лето, и кожа очень сильно жирнится, тогда лучше использовать затирку для пор. Но обязательно базу нельзя наносить под глаза. Под глаза мы можем наносить, например, мы можем увлажнять увлажняющим кремом, да, для глаз обязательно. Девушки забывают про крем вокруг глаз, то есть... Но это тональный крем, да? Это сейчас, да, тональный. Если мы наносим тон, то тон лучше наносить либо в цвет кожи, либо чуть-чуть светлее. Это дает нам более свежий цвет лица. Когда мы наносим консилер, а мы сейчас наносим под глаза консилер, да, важно не наносить его плотным слоем. Иначе все морчинки, которые у нас есть под глазами, они подчеркнутся, да. То есть консилер сам должен быть более такой увлажняющий, не сушить кожу. И нельзя ни в коем случае наносить его плотно. Тинт является такой подложкой под тени, да. То есть для чего он нужен? Если у нас жирная века, да, то тени обычно не держатся на глазах. Их нужно чем-то закрепить, да, потому что тени – это сухая текстура, и они на глазах плохо закрепляются. Поэтому тинт для глаз, он служит такой базой, которая не дает теням растечься, да. Так, сухие тени нужно наносить вдоль ресничного края самый темный цвет. Когда мы выше поднимаемся, мы уже делаем чуть светлее. Если вы в жизни не красите тени, если вы раньше не делали у профессионального визажиста макияж, скорее всего, вам такой макияж будет немного непривычен. Очень важно, когда мы прокрашиваем ресницы, не делать такие паучьи глаза. Когда очень часто девушки делают много-много слоев туши, и она превращается в такие палочки. Сейчас мы проклеиваем пучки для ресниц, для того, чтобы… Ну, пучки для ресниц – это такой вариант более вечерний, да, учитывая, что у нас сегодня съемка, учитывая, что у нас сегодня много красивых образов, да, мы все-таки проработаем пучками. Смотрите, мы используем цвет румян персиковый, да, для того, чтобы нам освежить наш цвет лица, чтобы привязать такой румянец более свежий цвет, да, чтобы мы более молодо выглядели. У нас узкие губы, и нельзя делать такой слишком яркий цвет помады, иначе мы подчеркнем, что… Ужас. Да, то есть мы, чтобы сделать их шире, надо за контур выходить очень сильно. Это придаст нам такой вульгарности в образу машины. Поэтому это не вариант для нас. И еще очень важно учитывать, когда мы красный цвет помады наносим, да, например, у меня вот сильная контрастность, да, то есть у меня темный волос, светлая кожа, да, и у меня сейчас красный цвет помады идет. Если, допустим, у меня раньше я была рыжей и белой, да, то есть тогда мне сложно было выбрать свой красный оттенок помады. Галина, макияж я завершила. Я надеюсь, что вам очень понравился мой образ. У вас очень много возникало вопросов, когда я делала макияж, да, поэтому, если будут вопросы, вы мне пишите, звоните, можете приходить к нам на курсы «Макияж для себя». Будем рады вас видеть. Спасибо. Спасибо, Татьяна, большое. Галя, ты такая красивая, ты такая яркая. Я смотрю на тебя и хочется сказать, о, пришла весна. Ты помнишь, какую задачу мы ставили в самом начале? Да, стать женственной, яркой. Яркой. Да, новых каких-то красок с новой стороны. Я говорила, что ты уйдешь с проекта совершенно другой. Ну, калинки мне дрожат. Я не буду долго мучить тебя, ты сейчас повернешься на счет раз, два, три. И надеюсь, тебе все понравится. Поворачивайся и говоришь все, что думаешь о наших мастерах. Ты готова? Да. Раз, два, три. Вообще, кто это? Это ты, Галина. Да, вообще. Как классно. Слушайте, вообще так неожиданно. Ты совершенно другая. Да, вообще, как будто другой человек. С собой нужно заново знакомиться. Боже, какая красота, какие волосы. Главное, чтобы узнал сегодня ребенок тебя. Боже, вы такая яркая, класс. Девочки, вы чудо. Ну, я тоже. Очень красиво. Я бы даже не могла представить, что вообще можно сделать такие цвета. И, мне кажется, помолодело. Мне кажется, очень помолодело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»